Крафт-оружие — новая возможность для игроков создавать индивидуальное оружие по своим предпочтениям. Она развивает идеи, заложенные ещё в дешифровке теневых анграм, даёт больше возможностей и требует более пристального внимания. Неудивительно, что даже со всеми многочисленными всплывающими подсказками по ходу обучения этой системе игрока у многих остаются вопросы о том, как это всё устроено и, в общем-то, я сам въезжал в тему дольше желаемого. Вполне возможно, что мы вернёмся к крафту ещё не один раз на канале, как минимум, чтобы поговорить о рекомендациях по созданию конкретных пушек. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса двинг.нет, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит своё время и нервы. На сайте ты найдёшь массу предложений по помощи в завершении сложного квеста, триумфа, прохождении рейда, получении заветного экзота и, конечно же, в освоении контента дополнения Королева-Ведьма. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинг есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду ТРИПЛВАЙП мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Возможность крафта оружия вам станет доступна почти с самого начала прохождения сюжетной кампании Королевы-Ведьмы. Вам скажут создать глефу, покажут куда нажимать и как выбирать перки. Но ситуация в итоге складывается у многих так, что они создают оружие, проходят сюжет, возвращаются к реликвии снова и снова, когда этого требует квест, но по итогу, когда сюжет пройдёт и вы оказываетесь в... игре, знание и понимание того, что нужно для работы над новым оружием, куда-то улетучивается. Вот давайте с этой позиции регулярного крафта и поговорим. Во-первых, вам нужны образы. Образы это по сути корпус оружия, образец, который ляжет в основу вашей будущей пушки. Чтобы добыть образ, вам нужно выбивать специальное оружие, которое отмечено красной рамкой и в описании которого, вот тут, указана информация о том, что оно пригодно для создания образа. Вы заполняете шкалу, играя с этим оружием, совершая киллы и завершая активности. За разные активности дают разный процент к прогрессу прокачки, но в среднем это от 30 до 50 процентов. А после завершения пушку можно будет скрафтить, а уже после этого разобрать образ будет доступен. Обратите внимание, что для разблокировки образов некоторого оружия, вам нужно выбить его с возможностью создания образа и прокачать несколько раз. Заходим в раздел образы и катализаторы в меню триумфов и проверяем. К примеру, вот оружие нужно выбить и прокачать 3 раза, вот 5, лук 3 раза и так далее. Бывают еще другие пушки с красной рамкой. Их много на самом деле, даже в рейдах падают, но из них собрать образ не получится. В их описании указано, что у оружия есть действующий резонанс глубинного зрения. Это значит, что заполнив шкалу на таком оружии, вы сможете извлечь из него нужные для крафта другого оружия ресурсы, элементы разных видов. Извлечь ресурсы можно только один раз, после чего от этого оружия можно избавиться или оставить. Это теперь обычная легендарка, смотрите сами. Итак, два вида оружия с красной рамкой. Прокачиваем одно и получаем ресурсы. Прокачиваем другое и получаем возможность крафта такого же. Идем дальше. Когда вы нашли и получили нужный образ, можно отправляться крафтить. Прилетаем в анклав, используем реликвию и выбираем левое меню. Формировать. Выбирайте оружие, которое хотите изготовить. Первая характеристика будет доступна в разных вариантах, в зависимости от того, насколько вы прокачали свое оружие. Если оно у вас прокачано лишь на первом уровне, то выбор будет недоступен и вам можно будет указать только первый вариант. Если вы поиграете с оружием чуть дольше, набор доступных вариантов расширится. Затем выбирайте два базовых перка, вроде ствола и магазина. Они потребуют несколько единиц ресурса нейтральный элемент. У последних двух ячеек перков аппетит на ресурсы выше. Тут для установки некоторых бонусов вам понадобится и высший сплав, и элемент, не говоря уже о том, что само оружие нужно будет прокачать до значительно более высокого уровня. Впервые, конечно, вы не сможете особо выбирать, ведь пока оружие не изготовлено, прокачать его не получится. Логика. Большинство перков разблокируется по достижении 16 уровня оружия, а на 20-м оружие получит небольшое увеличение характеристик в соответствии с выбранным бонусом в первой ячейке крафта. Пока вы переставляете тут перки и меняете их местами, ресурсы не тратятся. Только когда вы зажмете кнопку изготовления, у вас используются указанные ресурсы, и плюс те, что будут указаны в финальной ячейке. Блеск, резонирующий сплав и вид элемента. Теперь о материалах. Во-первых, с ними есть одна большая проблема. В инвентаре они по какой-то секретной причине не отображаются. То есть до того, как вы не прилетите в анклав к реликвии, вы не будете знать, какое количество ресурсов у вас есть при себе, что чертовски неудобно. И я надеюсь, что это допилят, потому что это, ну в общем, мягко говоря, сильный упущение. Упущение для интерфейса. Но где их вообще брать, ресурсы-то? Ну, как я уже сказал, оружие с красной рамкой. Заполняем шкалу и извлекаем тот вид ресурса, который нам необходим. Это для таких минорных ресурсов. Главным образом нам интересны легендарные элементы. Энергетический, разрушительный, искусный и переменчивый. Все они могут быть получены именно таким образом. И все зависит только от каждой конкретной пушки. В какой-то извлекается одно, в какой-то другое. Если точнее, то от перков на ней. Поскольку каждый желаемый перк требует конкретного типа элемента. Например, искусный элемент использует те перки, что улучшают характеристики. А разрушительный элемент направлен на увеличение урона. Вы можете самостоятельно посмотреть, какой элемент каким привязан. Более того, наведя на перки, вы увидите, сколько именно материала вам доступно. Проще говоря, хотите материалы для изготовления оружия с перком на урон? Выбивайте оружие на извлечение ресурсов с любым перком на урон и получайте нужный тип элемента. Важно помнить, что у всех типов элемента есть кап по количеству. А как вы помните, он нигде не отображается. Так что вы узнаете о том, что больше не можете хранить больше элемента, только если доверетесь до реликвии. Или прокачаете пушку и попытаетесь извлечь ресурс. Да, это не шутка. Разработчик зачем-то ограничил возможность накопления ресурсов для новой системы изготовления оружия. Максимум каждый элемент может быть накоплен до 250 единиц. Резонирующий сплав еще один тип ресурса в этом процессе. Он требуется для финального изготовления оружия. И вот он таки отображается в инвентаре. Получить этот ресурс можно разобрав легендарное оружие, но он имеет ужасно маленький предел накопления. Всего можете носить 80 единиц. Во втором меню реликвии, правом, трансформации, вы будете работать с уже готовым оружием, которое вы прокачали. Тут вы сможете менять перки, например, на улучшенные. Улучшенные перки стоят больше ресурсов, но они улучшают ваше оружие более заметным образом. Свойства перка становятся эффективнее. Например, он активируется проще или вроде того. Для таких улучшенных перков вам понадобится высший сплав. Да, еще один ресурс. На этот раз экзотический. Его можно получить, например, на недельной миссии, которая откроется вам по достижении 13 уровня прокачки Финча. Или в мастер-версии активности Источник, которая откроется на 18 ранге того же призрака. Гарантировано ли? Нет. Все на рандом, как уж повезет. Гарантировано, вы можете его только купить. Либо у Криптарха в башне по одной штуке в неделю за целых 400 легендарных осколков. Либо получить у оружейника по достижении 16 ранга репутации. Кстати, если вы думаете, что разобрав оружие с улучшенным перком, вам вернутся все редкие материалы, то нет. Только зеленый резонирующий сплав. Как изменять внешний вид оружия, наверное, хочешь спросить? Пока что это возможность на удержании. Назовем так. Похоже, что внешка будет разблокироваться в сложных активностях, вроде испытания Сириса, Грандмастера и так далее. Сейчас ее можно получить только играя в Гамбит. В активность, которую даже запустить, найти в себе силы сложно. Такс, кажется, на этом пока все. Если у вас остались вопросы, пишите их под этим видео. Спасибо вам за просмотр и за подписку. А тем, кто оформил спонсорскую подписку на канал, отдельно жму руку. До связи.